Всем привет, я Даня Головин из Чудо Тек, и сегодня мы будем проверять, как работает умный чайник. И мы все понимаем в бытовой технике, вот в чайниках в том числе, но мы решили приехать к ребятам, которые еще и понимают в чай, и очень крутые в чай. И это Ольга, Ольга из компании Тико, компания, которая много лет на рынке чая. Привет! Здравствуйте, Даня! Здравствуйте! Всем добрый день! Он умеет, ну естественно, кипятить воду, сколько захотите времени, то есть такое длительное кипячение, есть такая функция. Он умеет нагревать воду до нужной температуры для заваривания какого-либо чая, ну тут у нас в данном случае черного, зеленого или улуно. И еще его очень важная особенность и отличие от многих других чайников, это гейзерная технология заваривания чая. Вообще, в чем она заключается? В том, что вот сюда помещаются чайные листья, и дальше происходит такая нежная такая обработка их небольшим совсем потоком воды, то есть они не помещаются совсем в воду. Вот это как? Это норма? Это правильно? Это лучше? Это лучше, чем может быть, потому что у нас есть привычка у всех россиян, скажем честно, как можно дольше держать листья в воде. И чем дольше они находятся в воде, тем больше выходит не самых лучших веществ, а именно такое, можно сказать, омывание позволяет просачиваться в воде и в воде не соприкасаться с чайным листом больше, чем нужно. То есть это прекрасно, это замечательная технология. Мы приготовим чай зеленый, приготовим улум и приготовим классический черный чай, который наиболее популярен. Давайте начнем с зеленого. Давайте. Где у нас? Это вот этот. Да, зеленый чай, скрученный. Прямо вам там. На литр воды мы с вами сколько примерно чая кладем? Ну, есть четкая закладка, то есть рекомендуем для заваривания любого чая абсолютно. Один грамм на 100 миллилитров жидкости, на 100 миллилитров воды. Стоит примерно 10 грамм. Да, примерно 10 грамм. Давайте, вот сюда в итоге. Давайте я на чайничек включу. Вот такое количество чая. И мы высыпаем это вот сюда. Вот эта перфорированная корзина с чаем, она устанавливается внутрь. Вот здесь все достаточно просто и, в общем, фиксируется, никуда она у вас не падает, ничего. А дальше вы выбираете нужную функцию. Она позволяет задать время еще заваривания чая. Я думаю, что пару минут нам хватит, да? Две, две с половиной, да, будет достаточно. Ну, давайте две сделаем. Ольга, ну, пока мы ждем, как у нас приготовится зеленый чай, чтобы вместе оценить, попробовать. Расскажите вообще про него, вот, какие-то главные вещи, как его заваривать, откуда он есть пошел, как его заваривать. Зеленый чай замечательный, да, не очень популярный был какое-то время в нашей стране. Популярность появилась, наверное, лет 20 назад. Такая волна потом. Волна зеленого чая, оздоровительная волна. Зеленый чай – родина Китай, исключительно Китай. Другая страна, которая производит чаи даже высшего класса, да, именно зеленые, – это Япония. Но они дико дорогие, поэтому нас вполне устраивают императорские древние сорта китайского чая, именно зеленого. В чем особенность? Именно зеленый чай, данная категория цветовая чая, не подвергается ферментации, окислению. То есть не меняется ни внешний вид листа, то есть визуально мы не видим никаких изменений. Был зеленый листик, остался зеленый листик. Но меняется химический состав. Например, в черном чае происходят те химические процессы, которые меняют главное, основное, да. Самая страшная вещь, которая содержится и в чае, и в кофе – это кофеин, да. Вот страшная формула кофеина. Я уже испугался, думал, сейчас что-нибудь такое будет. Да, но это же наш любимый кофеин, да. А именно в зеленом чае кофеин вот в такой форме содержится в чистом виде абсолютно. Так. Если, допустим, увеличить дозу чая, очень долго его настаивать, допустим, не 2-3 минуты, как рекомендуется, а 5-6 минут, или доливать его еще, еще, еще очень горячей водой, то кофеин будет выделяться в большем количестве в жидкости. А вот как. И чай превратится, ну, грубо говоря, в такой мощный энергетик. У нас уже изменяется цвет воды, вот это заметно уже. И давайте мы откроем, это можно сделать, и посмотрим, как работает гейзерная технология. Чайный лист немножко отдает водой гейзер, и он так аккуратно, медленно раскрывается и отдает, вот, что он отдает? Он отдает в первую очередь, да, эфирные масла, полифенололитонины, да, которые отвечают за вязкость, резкость и грубость чая. Здесь никакой резкости и грубости не будет, потому что заваривание нежное и правильное. Все полезные вещества, аминокислоты, витамины, которые есть в чайном листе, в диком количестве, это истинная правда. Сейчас все это уже находится в жидкости. Мне нравится, как все это происходит. Максимальное количество чая, который ты можешь получить, но уже готового заваренного, это 1,2 литра. А так кипятить можно до 1,7 литра. Окей, готов зеленый чай. Чайник выключился, подал звуковой сигнал. Мы сейчас будем пробовать, а скажите мне, что делать дальше? Смотрите, мы сейчас промоем пиалки. То же самое можно делать дома, просто нагреть чашечку. В чем плюс еще этого чайника? Изначально, да, сам вот этот вот гейзер, то есть где промывается чай, находится в сите. То есть у нас никакие части, да, чайинки ненужные нам какие-то, да, инородные добавки не попадут в сам напиток. Давайте будем соблюдать церемонию. Да, соблюдать церемонию. И теперь из этой емкости, называется она чахай, море чая или чаша справедливости. В чем справедливость? Кстати, цвет у нас очень даже симпатичный. Ничего, хорошо получился, да, по цвету? Да, да. То есть вы одобряете? Абсолютно. Окей. Почему чаша справедливости? Потому что если мы будем наливать просто из какой-то емкости, кому-то у нас станет чай более крепкий, кому-то недозаваренный, и на дне, допустим, да не в ситуации с репчаником, а со стандартным чайником, у кого-то будет чай, ну, скажем так, не самый лучший, перезаваренный. Здесь у нас изначально все прекрасно, все получают напиток единой крепости, единого вкуса. Слушайте, ну мне нравится. Нежный. Да, получилось так вот, нет какого-то перебора, нет резкости, да? Нет горечи абсолютно. Горечи тоже нет. А именно правильная температура воды, правильное количество чая, и правильное время дает нам возможность пить не горький зеленый чай. Ну и способ заваривания такой, который вот раскрывает максимально... Естественно, то есть... Самое главное, не передержать листья в воде. Мне понравилось. С зеленым чаем, я считаю, что чайник справился, да? Да, безусловно. Окей, двигаемся дальше и будем готовить улун. Так, смотрите, это улун, называется он... Тигуанин-ван, да. В буквальном переводе улун означает темный дракон. На самом деле, в чем особенность улунов, вот, отличается от зеленого чая. Зеленые сорта не подвергаются ферментации, а улуны частично ферментации подвергаются. То есть, если вы представите листик, вот он упал на землю, кленовый, красивый, лежит, он начинает темнеть с сердцевины или с краев? Мне кажется, по краям. По краям, начинает по краям. И вот примерно такая же технология изготовления улунов. Начинается потемнение, и ее вовремя останавливают. В среднем ферментация улунов от 40 до 60%. Улуны стабилизируют эмоциональный фон. Да, один момент. Вот здесь, я читаю инструкцию к чайнику, здесь рекомендуется готовить улун в течение 8 минут. Это как? Я вот, честно, для меня цифра 8 минут, она вообще для чая такая очень... Многовато, многовато. То есть пуэры, там можно 8 минут, они дают... То есть изначально лист пуэры может вынести на такое время заваривания. Для улунов максимально, ну такая рекомендация, максимально 4 минуты. Слушайте, у нас готово. Давайте, листья, кстати, вот они абсолютно все раскрылись. Можно даже показать, посмотреть. Полноценный... Полный чайный лист. Полный чайный лист. Ну нежно, 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 нежно. Зеленый тоже был, он не был горьким, он был достаточно приятным. Да, он был хороший, но этот еще нежнее. Он такой, вот так должно быть. Да, абсолютно. То есть приготовление... Совершенно правильно, качественно, достойно заваренного улуна. Отлично. С улуном разобрались. И теперь давайте перейдем к традиционному, ну к любимому в России черному чаю. Готовим в этом умном чайнике. Черный чай будем делать чуть-чуть другим способом. Здесь есть специальная такая побольше корзинка перфорированная. Мы сейчас ее наполним чаем, но тоже какое-то определенное количество нужно. Используем мы классический индийский чай в северо-восток страны. Регион называется Асам. Наверняка вам известный. Так, это сюда. Выбираем специальную программу. Вода для приготовления черного чая. F6. Окей. F6. Сейчас будет правильная температура воды, около 95 градусов. И потом чайник просигнализирует, что, собственно, пора уже и чай заваривать. Давно знают и наш отечественный чай. Вот тот самый, самый северный в мире, краснодарский. Да, совершенно верно. Насколько я знаю, сейчас его производство, в общем, возрождается и даже возродилось уже. Что вообще вы, как специалист, скажете? Большое спасибо энтузиастам чайного дела, которые восстановили регион, самый северный регион в мире, где может расти чайный куст. Тоньше и изящней будет вкус и самый внешний вид. То есть, самый северный чай, или вообще северный чай, если можно так выразиться, содержит большее количество витаминов, питательных веществ, эфирные масла и так далее. Поэтому это огромная радость для нашей страны, что возрождается то место, которое может, скажем так, противостоять многим чиям китайским, в том числе. Ну, в таком случае, внести разнообразие. Разнообразие? Так, ну вот у нас прозвучал звуковой сигнал. Мы тут поменяем крышку. Здесь чай и черный. И сейчас он заварится, я надеюсь. Мы посмотрим. Тут можно, кстати, знаете, можно вот так вот крутить саму корзинку. Это допустимо, кстати. Чтобы, собственно, видимо, быстрее процесс заваривания происходил, да, чтобы... Ну, это ведь один из способов, правильно, использования гейзера или как просто сито? Мы просто решили показать, что есть еще другой способ заваривания чая. Собственно, какой вам хочется, такой можно применять. Также черный чай можно готовить и вот гейзерной технологией. Вот, она, конечно, поинтереснее, такая прикольная получается. Ну, по цвету очень даже неплохо. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Первый глоток делаешь, немножко он так горячеват. И поэтому он не чувствуется, вот, как аромат, вкус. Когда дальше уже пьешь, как-то раскрывается по-другому. Ну что, я считаю, что чайник справился. Давайте выставим ему оценки. Мы всегда выставляем оценки. За дизайн первой оценки у меня претензий нет. Такой хай-тек. Чай в современных условиях, современной ситуации. Чайник выглядит клево, современно. Так что здесь пятерка. У меня вопросов нет. За удобство. В принципе, здесь все понятно. Все понятно, все удобно. В инструкции все расписано. Куда, где нажимать. Кнопочек немного, так что разберетесь нормально с корзинками. Тоже проблем у меня не возникало. Все четко, понятно, удобно. Просто главное. За удобство я тоже поставлю пятерку. Так, что еще? Ну и, собственно, получается... Качество готового продукта, да? Качество готового продукта, да? Качество тоже пятерка. У нас не так часто бывает, чтобы все три пятерки были. А здесь общая оценка за тест 5 баллов. Это умный чайник, который мы протестировали вместе с Ольгой. Приехали в гости в компанию... Тико. Тико. Я просто ударение, наверное, боюсь неправильно поставить. Спасибо большое. И что, пейте вкусный чай и заваривайте его современно. Подписывайтесь на наш канал, специальный канал о домашней технике. Ставьте лайк и увидимся. Пока. Всего доброго.